Добрый день, дорогие зрители нашего канала! Сегодня мы с вами будем готовить рыбные оладьи или рыбу в кляре. Как ни назови это блюдо, получается очень вкусно. Когда вы его едите, непонятно, что в состав входит рыба. Но получается очень вкусное, очень нежное блюдо. И нашего ребёнка за уши не оттянешь. И прежде чем мы начнём с вами готовить, мы хотим порекомендовать вам новый на ютубе канал, который основали кулинар-энтузиасты совместно с шеф-поваром Ильёй Лазерсоном, который нам, по крайней мере, известен по таким каналам, как Обед безбрачия и Принцип Лазерсона. На канале вы найдёте много интересных рецептов, а также оригинальные и креативные решения в приготовлении еды. Такие, как, например, приготовление рыбы в посудомоечной машине. Вы когда-нибудь готовили? Мы уж точно нет. Поэтому заходите, смотрите. На канале есть много чего интересного. Есть что посмотреть, есть чему поучиться. Всё-таки готовит профессионал. Ссылка на канал будет указана в описании под видео, а также в конце видео. Заходите, подписывайтесь. Давайте посмотрим, что нам понадобится для приготовления нашего блюда. Это, конечно же, рыба. Рыба у меня была минтай. Я её разделала на филе. Затем филе залила водой на 30 минут, чтобы ушёл специфический рыбный запах. Затем воду слила и слегка рыбу отжала. Далее, для кляра нам понадобится 2 яйца, стакан молока, 1 стакан муки, неполные чайные ложки соли и сахара. И также четверть чайной ложки соды. И для жарки нам понадобится растительное масло. Далее, рыбное филе нам необходимо измельчить. Можно это сделать руками, можно сделать при помощи ножа. В то время, когда вы измельчаете рыбное филе, нужно удалять все косточки, которые попадаются. Особенно, если у вас будут употреблять в пищу рыбные оладьи дети. Ну вот, мелкие косточки я все убираю. Измельчаю, чтобы получились вот такие небольшие кусочки. Можно просто порвать рыбу руками. Рыбу я измельчила. Далее нам необходимо приготовить кляр. Для кляра в миску разбиваем яйца. Сюда же отправляем соль, сахар и соду. Заливаем стаканом молока. Все перемешаем. И добавляем сюда муку. Муку, конечно же, я предварительно просеяла. Все тщательно перемешиваем до полного растворения комочков. Посмотрите, какое в итоге у нас должно получиться тесто. Оно должно быть чуть гуще, чем на блины. И жирже, чем на оладьи. Если тесто у вас получится густое, то добавьте немного молока или кипяченой воды. Если же тесто получится у вас жидкое, то добавьте немножко муки. Итак, далее в полученное тесто мы отправляем измельченную рыбу. Все хорошенько перемешиваем. Далее переходим к плите. В сковороде разогреваем достаточное количество растительного масла для обжарки наших оладий. Далее зачеркиваем тесто ложкой и выкладываем в масло. Обжариваем оладушки с двух сторон до золотистого цвета на среднем огне. Оладушки уже подзолотились с одной стороны. Можно их переворачивать. Обжариваем со второй стороны, также до румяности. И будем снимать. Выкладываем оладьи на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Итак, давайте посмотрим. Оладушки наши подзолотились уже с двух сторон. Можно их снимать с огня и выкладывать на бумажное полотенце. Таким образом мы готовим оладьи из всего теста. Вот такие оладушки у меня получились. Получились они нежные, вкусные. Быстро просто готовятся. Из доступных продуктов. Совсем не затратные. Очень быстро готовятся. Особенно если вы купите готовое рыбное филе. И готовить их можно из любой рыбы на ваше усмотрение. Я желаю вам приятного аппетита. Готовьте с душой, с удовольствием. У вас обязательно все получится. Огромное спасибо, что вы смотрите наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь также на канал Спасибо Шеф. Ссылка будет в описании под видео и на экране. И до скорых видео встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!